Традиционно в канун больших праздников канал 16 проводит благотворительную акцию «Мы помогаем». Она направлена на помощь тем, кто больше всего нуждается в нашей защите – одиноким бабушкам и дедушкам. Особенно эта акция актуальна в канун Нового года, когда так хочется подарить окружающим веру в чудеса. Новый год – это светлый праздник, праздник надежды на будущее. Все встречают Новый год в хорошем настроении. И очень важно подарить тем людям, которые одинокие или у которых родственники далеко, подарить частичку этого праздника, создать в них праздничное настроение. И мы вместе с горожанами стараемся принести этот праздник этим людям. В этот раз акция «Мы помогаем» стартовала за два месяца до Нового года. Неравнодушные горожане приносили в нашу редакцию продукты питания и хозяйственные товары. Не остались в стороне и сами журналисты. Собрали деньги и закупили. С нашей точки зрения все самое необходимое для бабушек и дедушек. Большое спасибо всем тем жителям города Саров, кто принял участие в этой акции. Я надеюсь, что и в дальнейшем мы вместе с нашими горожанами будем дарить частичку тепла и праздников тем, кто действительно в этом нуждается. Большую часть подарков сотрудники редакции отвезли в Управление социальной защиты населения Сарова. Подарки, которые были собраны в традиционной акции «Мы помогаем» каналам 16, пойдут гражданам города, которые нуждаются. И каждый этот подарок найдет своего хозяина. Подарки на своем округе вручил глава города Александр Тихонов. Одной из тех, кому он пришел, стала пенсионерка Лидия Никитина. Рады видеть вас в добром здравии. И, конечно, накануне Нового года и Рождества, значит, вот мы вам покроем вместе с каналом 16. Ой, как хорошо. Спасибо, низкий всем поклон. Благодворительная акция канала 16 «Мы помогаем» – это повод сделать доброе дело и поделиться щедростью своей души. Бабушки и дедушки – это самые дорогие и близкие люди, которые когда-то в детстве согревали нас своим теплом. И теперь пришло наше время подарить им радость. Екатерина Опенова, Константин Островский, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.